Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 июля. Сегодня будем говорить о петруши-огороднике. Потому что очень много вопросов приходит от начинающих. Как формировать томат петруша-огородник? Вот я вчера показывала, что я тут вот рыхлю томаты, все подвязываю, и вы видите, что нормальные томаты у меня выглядят вот так. А вот тут я подползла уже к петруши-огороднику. Он выглядит совсем по-другому. Вы видите, он пышный, он сплошным вот таким зеленым массивом. И действительно, формирование томата петруши-огородник неоднозначное. Сейчас для тех, кто не знает, что это за сорт, я несколько слов напомню. В прошлом году, правда, я делала подробные видео, такие обзоры. Но сейчас для вновь прибывших все снова расскажу еще раз. Это супер детерминатный сорт. Куст штамбовый, низкорослый. Вот он 60 сантиметров, вот такой будет. И больше он расти не будет. Он больше растет в ширину, чем в высоту. Вот видите, вот здесь уже, вот он пошел вширь. Вот такой же ствол, почти как основной. И все они, стволы, будут распадаться в разные стороны. Видите, вот сюда, сюда. Так. Вот 60 сантиметров он у нас в открытом грунте. Но в теплице он может вымахать метр двадцать. Вот я про теплицу сейчас не буду говорить. Но в прошлом году у меня был неудачный опыт. Теплица, он у меня разросся такой, что он начал забивать других. Я не могла ничего с ним сделать. Удаляешь лишнюю зелень, он снова разрастается. В теплицу я его больше не высаживаю. Прекрасно растет и вызревает в открытом грунте. Поэтому сейчас буду говорить про открытый грунт. Так. Он не является ранним. Это не ранний низкороспелка. Это среднеранний. И основным его достоинством является именно не какая-то скороспелость, не раннее созревание плодов, а его обильное и очень продолжительное, активное плодоношение. Он будет зреть, формировать плоды с июля и по октябрь. В прошлом году даже пришлось снимать некоторые последние, потому что до самых заморозков он у меня спел, спел и спел. И они не заканчиваются. Очень-очень. Куст у него пушистый. Вот такой, видите? Тут даже не видно, где что. Где основной ствол, где вот эти пасынки. Пушистый такой, густой. С огромным количеством завязей. Вот каждый вот этот отросток, на нем будут вот эти вот завязи. Вот уже цветут, где-то уже висят, где-то только вот эти цветочки, бутончики. Будет очень-очень много петрушек. Это сорт толстоногий. В рассаде не вытягивается. Я его ставлю в один ряд с Демидовым, Настенькой. У него листья тоже такие вот как сочные. Такие как, как сказать-то, ну такие вот ненеженкие. Они тоже после подмерзания прекрасно восстанавливаются. Петруша отрастает, обрастает. Вот этот у меня тоже был подмороженный. Где показать, не знаю. А вот, вот эти нижние листья. Ну не могу я до туда, потому что я сижу на земле, и мне не подползти. Ну короче, если он подмерзнет, он так же как Демидов отрастет, обрастет. Но производитель утверждает еще так же, что Петруша-огородник не восприимчив, устойчив к заболеваниям, к основным томата. Фитофтороз, потом вот эта вот вершинная, корневая гниль, мозаичность листьев. Но я насчет этого ничего не могу сказать, потому что, ну я не могу испытать восприимчивого фода или нет. У меня и как на других томатах, вот все томатное поле, в прошлом году я осенью показывала, что на других сортах этих заболеваний нет, так и на Петруши нет. Если бы они были в общей посадке, может быть он заболел бы, а может нет, про это я говорить не буду. Так что я говорю только то, что знаю, но производитель утверждает, что он не восприимчив к этим заболеваниям. Но это надо проверять. Так, у него очень красивые плоды. Плоды необычные такие, яркие, розовые, вытянутые, овальной формы, удлиненные. Но они вот похожи, или как под вид, ну когда он будет большой, или под вид как Кенигсберг, или вот перцевидные все сорта. Они вот такие вытянутые и с носиком. Когда поспеют, очень красивые. Они имеют розовый цвет. И еще они имеют отличный вкус, благодаря высокому содержанию сахаров. Но хотя это вопрос спорный, в зависимости от погодных условий, если, конечно, не знаю, если будет стоять, например, продолжительная дождливая погода, то, конечно, вкус плодов портится, они делаются немного водянистыми, и процент содержания воды там у них увеличивается, и сахар вроде как, ну, не такие сладкие они. Но все-таки, если идеальные условия, как вот в прошлом году было у нас лето, плоды были сладкие, сахаристые, они мясистые такие, плотные. Они очень хорошо хранятся, долго в свежем виде, и для переработки уйдет. Ну, конечно, универсально, и для заготовок, и везде. Но вот сложность в формировании можно отнести к недостаткам вот этого сорта, петруши-огородник, потому что многие начинающие огородники действительно не могут понять, как быть с этим роскошным, пушистым, красивым кустом, что удалять, что не удалять. Вот он похож на такую издалека, такая лохматая елочка, небольшая такая, коренастая лохматая елочка. Ну вот смотрите, про такие сорта обычно пишут или говорят, что практически не требует пасынкования. И если начинающий огородник читает эту фразу «практически не требует», то все-таки какого пасынкования требует и как формировать, убирать ли вот эти все роскошные пасынки, которые толстые, такие же, как основной ствол, что значит «практически не требует пасынкования». Сейчас я вам расскажу. Я уже говорила, но с петрушей можно обойтись по-разному. Некоторые, и это чаще всего бывает, удаляют вот эти вот нижние пасынки, нижние, до первой цветочной или плодовой кисти. То есть вот до этого. Вот видите, у меня здесь уже сформировался. Значит, до нее мне нужно было бы их удалить. Но так как я первый раз всего подошла к этому кусту, я вот специально вас сюда и привела, потому что тут прям видно, но он во всей красе. Ни разу его не пасынковала, ничего не удаляла. Вот он как есть петруша, так и есть. Вот смотрите, тут первая уже завязалась, но под первой кистью уже такие хорошие пасынки, которые уже с бутонами. И тут вы можете поступить двумя, два варианта. Или вы, что значит, возможно, частичное пасынкование. Это значит, до первой плодовой кисти вы убираете, оголяете эту ножку. Ну, практически все это мы делаем, вот это удаляем только для проветривания, для того, чтобы вот здесь сырости не было, не возникало фитофтора. Если тут все нормально, и если вам некогда заниматься пасынкованием петруши, то можно оставить его как есть. Он и этот пасынок даст плоды. Самое главное, что вы должны знать, что у него почти весь урожай находится на этих его пасынках. И вот у меня был горький опыт, когда я первые годы пыталась его пасынковать и везти в один ствол в теплице. Нельзя ни в коем случае везти петрушу в один ствол. Если вы оставите один основной ствол, а все основное, остальное уберете, вы, считай, что уберете весь урожай. Потому что, смотрите, вот видите, вот они пасынки, вот один пасынок, вот второй пасынок, вот третий пасынок, вот четвертый пасынок. На всех этих пасынках будет обильное, огромное количество завязи, и все они успеют у вас вызреть. Если, конечно, ну как, соответствующий там как-то, кто-то подвязывает, если на шпалерах, например, они приподнимают, вот так вот протягивают. У меня есть вот нынче два варианта. Здесь у меня будет частичное пасынкование, то есть, все-таки я уберу до первой плодовой кисти, вот эти я сейчас удалю. А после вот этой первой кисти, вот сколько он будет разделяться, видите, он уже один раз вот здесь раздвоился ствол. Я ему разрешу раздвоиться. Здесь он еще выпустит пасынки. Я ничего больше делать не буду. Вот это и называется, что возможно, частичное пасынкование, что возможно выращивать практически без пасынкования. То есть, я уберу два нижних пасынка, ну там два или три доплодовой кисти. Остальное будет три, если будет ствола. Ну, стволы или пасынки, как их теперь называть, я не знаю. Пусть будет три, выпустит, если четвертый пасынок, оставлю и четвертый. Я знаю, что все они вызреют. Я их все просто буду вот сюда колушку подтягивать, привязывать и все. Так, это частичное пасынкование, то есть, я убираю только до, вот до этой, до первой. Все. Но можно его выращивать вообще без пасынкования. Когда вот пишется, что можно практически без формирования вырастить, это значит, вы убираете несколько нижних листьев, а всю вот эту вот огромную пушистую елочку оставляете. И впоследствии будете убирать только нижние листья, которые, ну, будут сильно загущивать вот эту вот, ну, всю вот эту вот, как сказать, всю это сооружение, вот эту конструкцию огромную, которая называется петруший огородник. А пасынки можете не удалять. И вот когда он, я вам потом покажу, где он будет выращиваться по принципу посадил и забыл, он просто, эти пасынки так же, как монгольский карлик, он распустит в разные стороны и все, будет лежать. Ну, тут, конечно, тут чревато это тем, что если у вас район, с предрасположенностью к фитофторе, если у вас будет такая, как обстановка, то, конечно, томаты, которые лежат на земле, они в первую очередь подхватывают вот такие заболевания грибковые, потому что они лежат на грунте. Тут вы должны сами подумать, сможете ли вы в таком, в такой форме выращивать петрушу огородника, то есть, лежа по принципу посадил и забыл. Но, еще есть один вариант, тот же самый посадил и забыл, вы не удаляете никакие пасынки, но нужно их поднимать и куда-то закреплять. Некоторые ставят колышки вокруг томата, 5 колышков, 6 колышков и поднимают, подвязывают, можно вот на шпалеры поднимать. Короче, петруша огородник, это поле вот такое непаханное для вашей огородной фантазии, можете вообще не формировать, бросить, тогда он будет огромный такой, как кохия, короче, томатная кохия, будет такой круглый шар, весь, весь, вот, состоящих из листьев, из пасынков. Конечно, нижние листья лучше удалять по мере засыхания, они будут стареть, засыхать, вы их будете удалять. А вообще, с петрушей огородником можно поступать хоть как. Он разрешает себя и без пасынкования выращивать, так что формирование, вот правильно пишут, можно вырастить практически без формирования. Удалили 2-3 нижних листа и все, остальное пусть все будет в маленьких петрушах. Все, до свидания. Это была Ольга Чернова. Это вот такой петруша-огородник у меня на 26 июня. Я делаю здесь частичное формирование с подвязкой к колу. Там еще одно место будет, где будет лежачий петруша. Петруша-огородник Продолжение следует... Продолжение следует...